А чтобы мячам было проще добираться на общественном транспорте, мэрия разработала мобильное приложение «Мой маршрут». Есть еще несколько новинок от регионального Минздрава и самих мячей. Отмечу, что горожане пользуются всеми возможностями своих смартфонов. Так, по данным аналитиков, мячей чаще всех сибиряков используют бесконтактные платежи в магазинах и кафе. Найти их, кстати, тоже помогает мобильное приложение. Моя коллега Алена Бензик протестировала местные разработки. Электронная регистратура в мобильном телефоне. Идея Омского Минздрава, призванная избавить горожана от очередей в поликлинике, оказалась несостоятельной. Приложения нет. Онлайн-запись к врачу доступна лишь через сайт Омскздрав. Осталось вбить номер полиса, дату рождения, записаться на прием и получить талон в регистратуре или в терминале. Но все равно придется отстоять очередь. Ну что ж, талон получили. У нас в руках. Значит, можно сказать, приложение работает. А самые дешевые лекарства можно найти через приложение в аптеке. Правда, здесь цены только тех фармацевтов, которые захотели разместить информацию. Самый дешевый аспирин в километре и трех метрах за 79 и 12 рублей на декабристов. Что-то тоже далековато. Давай посмотрим ближайшую аптеку. Сколько там стоит аспирин? Так, ближайшая аптека находится в 320 метрах от нас, на Масленниково. Ну, мне кажется, что есть и поближе. Давай посмотрим, сколько там стоит аспирин. Скажите, пожалуйста, самый дешевый аспирин. Сколько у вас стоит? 5,50? 5,50? Всего? Программы «Мой маршрут», разработанной мэрией Омска, довольны не все из 50 тысяч пассажиров общественного транспорта. Проверяем сами. Ближайший автобус. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, пишет 69-й. Будем ждать. Две минуты. Двойка должна прийти по расписанию через две минуты. 78-й. Его вообще в расписании нет, 78-го. Но где же долгожданный маршрут номер 69? Он пришел. Но он пришел с опозданием в одну минуту. А вот приложение, созданное не по заказу властей. Фуд-чек сканирует этикетку продукта и ищет в нем вредные добавки. Давайте попробуем протестировать ваши продукты на пищевые добавки. Так, доставайте какой-нибудь продукт, будем... Давай, вот сыр. И в первом же тестовом продукте находим подозрительные пищевые добавки с индексом Е. Красители, консерванты или усилители вкуса. Для чистоты эксперимента предлагаю взять, ну, совсем какой-нибудь ненатуральный продукт, например, чипсы. Поймал. Пищевых добавок не найдено. Абсолютно натуральный продукт. А вот качество мобильного приложения Геоквест оценили на всероссийском уровне. Участникам предлагают найти на местности ответ на вопрос по истории города. Например, нужно отыскать здание со старого снимка. Так это музей Рубелева. Похож. Может, корейский корпус? Нет, не то. Что за здание? Не знаю. Что-то знакомое, но я не знаю. Ну, вот оно. Нет? Думаете? Ну, конечно. Похожи, да, кстати. Ну, здесь три этажа, а здесь два. Ну, может быть, один в подвал провалился. Настя. Действительно полезных приложений в Омске создали немного, зато разработчики преуспели в сфере мобильных развлечений. Вероятно, на играх можно заработать больше. Алена Бензик, Константин Демиденко, Омск.Здесь.